Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на нашем семейном канале Мачо и Мучача. Девчонки, вчера был такой, знаете, ролик у меня отчаяния, можно сказать. Ну, сегодня попустила уже, отпустила, можно так сказать, ребенок рядом. Все более-менее нормально, полет идет нормально, как я говорю. И Антоша мне снял для меня, говорит, я хочу, чтобы ты поделилась своими зрителями, раз у тебя пока не получилось. Хотя, по большому счету, дети предлагали поехать с ними, чтобы это было вчетвером. Но мы понимаем прекрасно, что дети не виделись полгода почти, и зачем им там нужны и срываться, и планы вообще на отдых, на зиму. Хотя, учитывая сейчас обстановку в стране и в мире, в частности, надо ехать, пока есть возможность. Но, как бы, наши планы именно в августе это не входило. Поэтому мы никуда не поехали, но Антон снял для меня видео, для моего канала. Поэтому я сейчас с вами поделюсь его работой, можно так сказать. И можно сказать, что глазами сына вы увидите немножечко кусочек Турции. Турция именно во время карантина. Небольшое видео. Не судите строго, потому что это непрофессионально, это любительское. Чтобы вы понимали, это вообще первая такая работа, что я попросила. Говорю, Антош, ну я там нет, меня там нет, ну твои глазки это увидят, твоя камера увидит. Давай поделимся вместе со зрителями то, что ты там увидишь. Поэтому я сразу же прошу вас не судите строго. Мне было интересно посмотреть, потому что я в стране, в этой Турции никогда не была. Я думаю, вам будет интересно, так что смотрите. Итак, сейчас мы находимся в городе Харькове, и это международный аэропорт Харькова. Вот, как я понимаю правильно, это у нас внутренний терминал, куда прилетают самолеты, которые летают внутри страны. И вот это вот международный терминал, вот. Сюда как раз я и пойду сейчас, и покажу вам, какая обстановка внутри, потому что сейчас действует карантин, и все должны ходить в масках непосредственно на территории аэропорта внутри. Вот, поэтому сейчас я все это сниму, как это все будет. Вот, вот такая вот стоянка здесь. Пойдемте внутрь и посмотрим. Да, я хотел добавить, причем самое интересное, это то, что понимаю вот эти вот дома, здесь живут люди, и они просто выходят сюда, там, выгуляют собаку свою, например. Очень интересно, как это жить, прямо возле аэропорта. Вот эта гостиница, а это непосредственно уже дом жилой. Вот так вот это все выглядит. Дело в том, что вот в этом вот участке, я был в Киеве, в Борисполе, и здесь вот в Харькове. Мне на самом деле понравилось намного больше, потому что здесь при аэропорте есть дома, а при этих живых домах есть магазинчики всякие, и даже аптеки, и это все в пешей доступности. Так, вот это вот в очередь на мой самолет в Турцию. Ну, вот, в принципе, сколько людей здесь. Здесь вот человек проверяет температуру на входе и проверяет вещи. И, кстати, что я заметил, здесь есть сразу тестирование. Вот, это у нас здесь на втором этаже сразу паспортный контроль. Вот, здесь я прошел паспортный контроль, и после мы уже попадаем непосредственно в зону ожидания. Она здесь выглядит вот так вот. Людей не сильно много. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем идти на пляж Я расскажу какая цена на пляж В принципе как он выглядит тоже покажу И впечатления от Турции очень хорошие Цены очень дешевые И так как я был до этого во многих местах Есть чем сравнить И поэтому я считаю что вот этот отдых в Турции Он себя полностью оправдывает И по финансам виду здесь какой Я вот вам покажу вот эти улочки Очень красивый такой дизайн Мы находимся именно в Анталии Вот и здесь мы Это старый город, да? Мы получается живем в старом городе И здесь вот такая вот архитектура Очень красиво здесь и пофотографироваться И погулять И причем на каждой улице почти На каждой улице почти есть кафешки Просто На каждой улице почти есть кафе Но они Они Днем в принципе закрыты Под вечер все выходят гулять Вот всякие сольднирчики Улочки очень узенькие Но тем не менее здесь ездят машины Вот Сейчас Сейчас зайдем до пляжа И я покажу какая цена И сам пляж Вот кстати такой вот ресторан здесь Ну в общем здесь в принципе вся структура развита на то Что люди кушают, гуляют по улице Везде какие-то рестораны, бары Вот И кстати можно вот даже просто цены посмотреть Вот ФС это пиво же их, по-моему 14 лир Вот 30 лир Если Да, это завтрак, да? 30 лир Это получается Если переводить на наши гривны То Это будет Примерно 120 гривен Но я так скажу Здесь не жалеют еды Мы вчера ходили в ресторан И Я думал на самом деле Будут маленькие порции Я заказал салаты Пиццу Кока-колу Мы покушали около Мы заплатили Ну если на гривны Где-то около 400 гривен Но Мы просто так наелись И Ну вот Соотношение цены и качества Здесь вообще просто супер Так вот сейчас мы уже в принципе подошли По бережью Здесь Вот уже видно море в принципе Вот Сейчас мы подойдем туда поближе Там есть смотровая площадка Я покажу как это все Видно Оттуда Вон Ну горы Впереди Там Сейчас я Все это Вам сниму И покажу Очень красиво Причем здесь Типа А ну нет Вот здесь Грязно Не сильно видно Так не посмотришь Но виды вообще вот такие вот Ой Красиво как Блин да Красиво Капец А вот и пляж Внизу Он выглядит вот так вот Вообще красота неимоверная Я не знаю Передает ли телефон Вот это вот Качество Воды Но она просто Она прозрачная И Блин Вообще красота Единственное что Наверное Это то что Скорее всего Здесь есть пляжи В принципе С песком Вот Но мы просто На На той стороне Анталии Где скорее всего Из выбора Вот такие вот пляжи Но Очень классно Сейчас В общем Мы почти подошли К пляжу Но мы решили Взять себе Какого-то Котельщика Вот И здесь Вот такое В принципе Прям возле Пляжа Заведение Вот Цены Приблизительно Вот такие вот То есть Считайте Один к четырем Если на гривне В принципе То это Один к четырем То есть Я считаю Это Очень-очень Дешево Супер Вообще Очень-очень И так Значит Вот Мы взяли Себе Два лежака Вот Раз Два И Это место Обошлось Нам на 30 лирс Человека Вот В принципе Выбора Внизу Очень много Но Так как Нам захотелось Именно вот так Вот так вот Такой вот Вид Вот Мы решили Чистически Расположиться Здесь Вот Ну и В принципе Спокойно Спускаясь Там есть Лестница И Вот Все Вот так Вот здесь Люди отдыхают Вот И пейзажи Красивые Очень-очень Нравится Вода Вообще Прям Чистая-чистая И По поводу Климата В принципе Самого По себе То Он Ну Печет Солнце Печет Особенно Вот сейчас Час дня И Очень ощущается Так как у меня Вот ноги На солнце Я Я чувствую Прямо Как солнце Печет В ноги Вот Поэтому Конечно В любом случае Лучше брать Крем для загара Потому что Ну можно Действительно Сгореть Ощущение Очень-очень Довольны И Соотношение Цены и качества Прям супер Вообще То есть Я не ожидал Что в Турции Действительно Будет так Классно Если переводить На наши деньги То это Получается 160 гривен Вот мы Или себе Покушать Так Значит Вот мы Пришли К парку Посмотрели На карте Рядом Кстати С нашей Гостиницей Вот Сейчас Пойдемте Внутрь И посмотрим Что тут Внутри У нас Очень Чисто Комфортно Уютно Там Если я не Ошибаюсь Мы смотрели По карте Даже Есть еще То ли пляж То ли пирс Где можно купаться И Перед этим Мы были на пляже Там мы платили Деньги И вроде бы Показывают На карте Что конкретно Там На этом пирсе Или пляж Там тоже будет Там должно быть Бесплатно То есть Деньги платить Надо Вот здесь Пальмы растут Привет Да Очень Очень Комфортно Не грязно Люди Здесь ходят Вот гуляют Я так понимаю Вот там еще Это детские площадки Наверное Для детей Фонтанчик В центре Тут кафе Наверное Еще где-то будет Или это просто Наверное При кафе Наверное При кафе Да Сейчас посмотреть Мы еще сейчас Пройдемся к морю Поснимаем Да Вот это наверное Детская площадка Здесь к вечеру Наверное Все работает Вот Это наверное Как кафе Да Очень Атмосферно Турция Конечно Супер Несмотря Даже на Этот Вирус Всемирный Есть люди Они приезжают И все отдыхают Вот мы тоже Вырвались Классно Все так ухоженно Красиво Вон там море Так Значит Вот мы Мы прошли парк Вот И В принципе К морю Такие вот Тропинки Сделаны Сейчас посмотрим Какая там Обстановочка Ну Я думаю Там очень Красиво Вот так вот Такой вот вид Вон там Люди фотографируются Да Красиво Красиво Очень Водичка Самое главное Вообще Прям Кристально Чистая Так В общем Сейчас мы Идем Вниз Я так понимаю Там мы сможем Наверное Прям к воде Опуститься Сейчас посмотрим То есть Здесь пляжа Как такого нету Но Мы смотрели По карте То что там Должен быть пирс Вот И Сейчас мы попробуем Добраться 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 Посмотреть Спуститься Вниз Блин Как красиво Хотел еще Сказать По поводу В принципе Климата Вот Так как я Из Украины И Ну Климат Очень похож На наш На наш То есть Летнее время Здесь Ну Не сильно Жаркое Потому что Я был В свое время И в Таиланде И на Бали Вот И Здесь Получается Ну Как бы Не сильно Жарко Отлично Вообще Ой Тут дорога Такая Да Неаккуратная Да Вообще То есть Здесь вообще Прямо Вот нужно Опа Опасно Опасно Но пройти Можно Сейчас Посмотрим Что тут Внизу То ли Здесь Просто Тоже Смотровая Площадка Ну И Дорога Конечно А там Дальше Некуда Да Идти Здесь В основном Да Ну Здесь Красиво Для Фотографии Идти Некуда 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 Да Здесь Пройти Сейчас Попробую Снять Здесь Ух ты Здесь Вообще Прям Обрыв Блин Вода Вообще Вот Камера Передает Не Передает Но Просто Такая Голубая И Кристальная Вот Вообще Класс А вон Кстати Пляж Я его Заметил Нам Нужно Сейчас Только Пройти Туда Сейчас Мы Попробуем Дойти Туда И Заснять Что Там Да Как Ну Вот Мы В принципе Дошли Теперь Можно Спускаться Вниз Сейчас Узнаем Какая Там Цена За Место И Какая Там В принципе Вода Ну Там Нету Пляжа Там Скалы Скорее Всего И Просто Сделано Так Чтобы Спокойно Спускаться В море И Купаться Сейчас Посмотрим Дорожка Вот Так Вот Вот Мы Уже Почти Пришли Люди Здесь Есть Уже Ну Да Здесь Просто Сделано Как Так Вот Чтобы Было Видно Просто Опускаешься В воду И Плаваешь То Что Было Внизу Я Показываю Здесь Цена 20 Вот Вот Такое Вот Место Я Там Снял Ну Нормально Бон 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 Апетит Продолжение следует...